Добрый день, дорогие подписчики! Как всегда, хотелось бы общаться с вами в более спокойной обстановке, но не отдаётся, поскольку есть домашние дела, есть дела на работе, которые приходится выполнять и потом только отправляться домой. Сегодня хотелось бы поговорить о смерти. Почему эта мысль приходит ко мне поговорить именно о смерти? Потому что, слышишь, то и дело. То у одного приятеля умерла мама, то у одного друга заболел родственник. Но, впрочем, и мы этого не лишены, чтобы узнать о том, что некоторые наши родственники бывают больны, поэтому смерть иногда стучится и к нам в дверь. Это не только сводки телевизионных новостей, поэтому нужно всегда быть готовым к тому, что ангел смерти придёт и за нами, придётся оказаться перед Богом и дать ответ за свою жизнь. Но часто мы думаем, что будем жить прекрасно, красиво, хорошо, и смерть нас не коснётся, и поэтому эти мысли надо далече от себя отгонять. Всё чаще, перечитывая «Патарики», «Жития святых», приходишь к мнению, что смерти не нужно бояться, но к смерти нужно готовиться. К сожалению, из современных земнородных никто к этому явлению не готов. Ни близких, ни тем более себя самого. Поэтому и жизнь проводим беспечно, а молиться начинаем только истинно тогда, когда нас охватывают болезни, охватывают печали или болезнь наших близких. Тогда мы начинаем молиться, вызывать Богу, каким-либо образом изменять наш образ жизни. А до этого ведём размеренную жизнь. Кажется, что всё далеко, нас ждут прекрасные перспективы, нас ждут великие дела, много всяких интересных событий. Однако, не всегда перспективы представляются приятными и радостными. Обычно в обществе любят, наконец, сразу грустные мысли, «Ну что ты? Зачем о плохом?» Всегда нужно думать только о хорошем. О хорошем надо думать, но надо и не забывать, что никто из нас никогда не знает, когда придёт ангел смерти за нами, и придётся дать ответ перед Богом за прожитую жизнь. Святые отцы поэтому недаром и не зря у себя в теле хранили гроб, в который нередко ложились и спали, ночевали в нём, чтобы иметь память смерти. Среди христианских добродетель память смертная занимает особое место, когда человек напоминает себе о том, что он временный гость на этой земле. И жизнь нужно постараться прожить по Богу, а не так, как хочется по плоти. Поэтому давайте призадумаемся о том, что дни наши, короткие, пройдёт, я не знаю, для кого-то 20, для кого-то 30, для кого-то, может быть, 60 лет. Кто-то доживёт до глубокой старости, однако удел каждого из нас – это сырая могила. Единственная надежда христиан – это второе пришествие Христова и пребывание в райских обителях, если жизнь, конечно же, живём достойно. А жизнь, к сожалению, мы в своём большинстве проводим в суете, желая только достичь материального достатка, желая достичь только успеха, призов, но никто не задумывается о том, что бывает и обратная сторона жизни, которая состоит из печали, из скорбей, из болезней и, конечно же, из кульминационного момента самой смерти. Об этом просят не думать, общество об этом не хочет даже слышать, поскольку больше всего хочется смотреть голубкие ганьки, гамеди-клаб, рукоплескать в ладоши, проводить время в пикниках, в походах в магазин, который сейчас называют шопингом. Но никто не хочет задуматься о главном, что этот момент обязательно наступит для каждого, когда чьи-то руки возьмут вас и погрузят в ящик два на один, а потом погрузят его в сырую землю. Но страх-то даже не в этом. Страх, чтобы мы жили по Богу, и нам не страшно в этой жизни было умереть, чтобы приобрести жизнь вечную. Поэтому давайте все призадумаемся над этим, что еще немного, и нам придется расстаться с временной жизнью и оказаться перед Богом. Господь всегда с нами, но когда наступит это время, для каждого из нас никто не знает. Поэтому будем молиться, уповать, каяться в наших прегрешениях, чтобы наследовать жизнь вечную. Будем здесь уже начинать жить по Богу.